Уважаемые коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Здорово, спасибо. В первую очередь позвольте поздравить с профессиональным праздником всех участников сегодняшнего вебинара. Очень замечательная идея пришла в голову организаторам конференции сделать вот такой подарок для всех желающих, для всех неравнодушных к иностранным языкам и переводу. И я думаю, сегодня у нас особая честь непосредственно в сам праздник делиться своими практическими наблюдениями, собственным опытом. Надеюсь, что и мое выступление будет полезным сегодня как практикующим переводчикам, коллегам, так и студентам, которые, наверное, только еще определяются с профессиональной специализацией. Татьяна, хотелось бы сразу также и вас поблагодарить. Вы наш замечательный модератор и для меня один из ведущих специалистов в сфере перевода искусства. Большой ориентир для нас всех. Уважаемые коллеги, учащики, сразу хочется заметить, что я представляю Волгоградскую школу работы порядка 40 лет. Готовим переводчиков, лингвистов, фундаментальную прикладную лингвистику также реализуем. И у нас присутствуют в Волгоградском госуниверситете все три основные ступени образования, как бакалавриат, так и магистратура и аспирантуры. И вот одна из последних тем, которая занимает теоретиков и практиков нашей Волгоградской переводческой школы, это тематика многоязычия. Многоязычие как условия коммуникативного равенства. И один из аспектов, который привлек наше внимание, это то, что в таком крупном городе, а я из Волгограда, это город-миллионник, город-герой, в учреждениях культуры, в музеях конкретно, не всегда можно встретить материалы на каких-либо иностранных языках, за исключением национального языка, а именно русского. Поэтому мы с группой инициативных студентов еще года три назад решили эту задачу совместными усилиями решить. Так у нас появилось сообщество волонтеров-переводчиков, которое работает непосредственно в культурных учреждениях Волгограда. И сегодня я поделюсь одним из аспектов нашей работы, а именно особенностями перевода системы навигации. Пока я буду переходить к следующему слайду. Уважаемые участники, как вы считаете, система навигации, что она подразумевает собой? Потому что мне задавали студенты вопросы, правильно ли мы вас поняли. Сейчас будем переводить указатели, стрелочки, а разве стоит их отображать на других языках? Такие вопросы бывают. Давайте, наверное, попробуем поразмышлять, что же представляет собой материал для перевода для нас как практик. Пока вы пишете... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нужно сказать, что навигация — это комплексная система, призванная ориентировать посетителя на площадке того или иного учреждения. И вот навигационная система всегда должна быть сформирована естественным образом, включая в себя, как правило, поведение соответствующих передвижений. В музее навигация позволяет определить логику экспозиции, задать маршрут посещения выставки, сделать пребывание посетителя комфортным, что соотносится, собственно, с концепцией музея 4.0. Эта концепция сейчас широко обсуждается и подразумевает собой пространство диалога с привнесением новых социальных технологий. Профессиональная навигация также влияет на посещаемость и доходность музея. Не случайно французский музей веда выступает за введение в штат нового специалиста в сфере музейной навигации, который владел бы как цифровыми технологиями, так и навыками интерпретативного дизайна. Сейчас у ряда иностранных государств, у ряда стран даже есть собственная концепция обеспечения комфортных условий пребывания для туристов. Например, в нашей стране с 2017 года действует понятие China-friendly museum, то есть музей, который был бы адаптирован для китайских туристов. И в концепции данного проекта значатся определенные требования к информационному сопровождению объектов показа. Данное требование я вывела на экран, это 5 пунктов. В первую очередь продукт должен быть адаптирован. Необходимо навигационные указатели на иностранном языке, приветствуются определенные QR-коды с ссылками к описанию позиций на иностранном языке, бумажные буклеты приветствуются и возможность использования аудиогидов на этом языке в случае отсутствия непосредственно переводчика или человека, владеющего языком, который смог бы провести экскурсию. Все это делается, безусловно, в целях развития туризма, но и в целях обеспечения многоязычных коммуникаций. Итак, какие же классификации системы навигации сейчас представлены в обзорах зарубежных и российских авторов? Мы с вами можем выделить навигацию в зависимости от ее расположения, то есть можно говорить о внешней системе навигации, о внутренней и о цифровой. Это то, что сейчас очень распространено, это и сайты музеев, и мобильные приложения, и аудиогиды, и электронные вывески и стойки. Что касается назначения, то мы с вами можем говорить о четырех видах навигации. Это может быть направляющая навигация, информационная, опознавательная и контролирующая. Безусловно, сейчас мы понимаем, что есть и в нашей стране музейные учреждения, которые шагают очень быстрыми темпами к развитию, к мировым показателям, и в рейтинге музеев мира безусловно, выделяется в Третьяковской глине. И это уже говорила... Коллеги, небольшой злой у нас произошел в интернете. Надеюсь, что Марина сейчас может повторно подключиться к нам. Вероятно, у вас уже созрели свои идеи и ответы на тот вопрос, который Марина задавала, относительно навигации. Что еще вы бы включили в навигацию музеев? У меня, к примеру, есть целая подборка. Я все планирую сделать после Телеграма, и все пока не дойдет до этого дела. Но надеюсь, что скоро сделают. Как раз Марина меня на это вдохновила. Я собираю то, как разные музеи оправляют таблички, связанные с тем, что по газонам ходить нельзя. И, собственно, как нужно себя вести. Потому что здесь бесконечное поле для того, чтобы обыграть эту информацию. Кто-то с юмором к этому относится, кто-то очень вежливо, кто-то калькирует все. В общем, очень много разных вариантов. А согласитесь, это тоже влияет и на наше восприятие, и на наши отношения, и, собственно, вообще на многие другие аспекты. Тем более мы с вами, люди, особо чувствительные к языку. И вот эта навигация в виде даже тех же табличек на газоне, она тоже нас либо веселит, либо радует, либо печалит. И вызывает целый диапазон эмоций. Поэтому навигация, на мой взгляд, это действительно тема очень важная. Марина, я очень рада, что удалось подключиться повторно. Пожалуйста, снова передаю микрофон вам. Спасибо. Прошу прощения. Надеюсь, получится закончить доклад. Итак, мы с вами видим на слайде, что есть четыре вида навигации в зависимости от назначения. И далее мы разберем приемы перевода, которые наиболее подходят для передачи того или иного вида навигации. Сразу отмечу, что актуальность такой работы вызвана необходимостью лингво-культурной адаптации системы навигации для посетителей, не владеющих русским языком. В качестве материалов исследования мы рассматриваем навигационные элементы в коммуникативном пространстве Третьяковской галереи. Сразу стоит отметить, что любому музейному экспонату всегда присущи два уровня коммуникативности. На первом уровне информация передается через внешние признаки предмета, а на втором она уже соотносится со скрытыми характеристиками, которые требуют комментария. Например, история предмета, общественные события отдельной эпохи. И вот только комплексное восприятие визуальной и вербальной информации позволяет посетителю выступить равноправным участником диалога с музеем. При переводе навигационной системы на иностранный язык следует учитывать лингво-культурные особенности посетителя и горизонт его ожиданий в отношении доступности и комфортного посещения. Итак, согласно концепции развития Третьяковской галереи, каждый посетитель получает возможность погрузиться в атмосферу музея с помощью инструментов, позволяющих легко ориентироваться и знакомиться с экспонатами. Во многом таким инструментом и выступает система навигации. Что касается первого вида навигации, а именно информационной, то можно сказать, что данный аспект навигационной системы всегда подлежит практически стопроцентному переводу. Текст оригинала и перевода размещаются в непосредственной близости друг от друга. В этикетаже для передачи имен собственных используется прием транслитерации. Артионимы, то есть названия полотен художников, переводаются с учетом ассоциативно-вербальных связей в сознании рецепиента, а также с опорой на устоявшиеся номинации в мировом искусствоведческом дискурсе. Ну, вы видите на экране всем хорошо известную работу Тропинина «Кружевница» и устоявшийся уже термин в мировом искусствоведческом дискурсе, который соответствует наиболее употребительному переводу оригинала. При переводе экспликации к выставке мы все чаще встречаем прием лингвокультурной адаптации. Продемонстрирую следующий пример. Коллеги, наверное, нет этого на слайде, но мы можем сказать. Да, вот он, этот пример. Посмотрите, пожалуйста. В чем же здесь будет заключаться лингвокультурная адаптация? Посмотрите, оригинал на русском и перевод, который был представлен на английском языке. В приведенном примере происходит опущение отчества художника, что соотносится с нормами англоязычной искусствоведческой традиции, а вот реалия «пенсионерская командировка» передается посредством контекстуальной замены, что представляется полностью оправданным, ведь пенсионерам с XVIII по начало XX века называли выпускника «Императорской академии художеств», получившего денежное пособие для дополнительного совершенствования своего мастерства. Носителями контролирующей мастерства в музее являются таблички, пиктограммы, световые табло и текстовые форматы, например, памятки или правила поведения для посетителей. В тексте перевода последних мы с вами можем заметить использование генерализации, то есть в английском языке преобладают клишированные фразы. На уровне грамматики функцию предписания действия передают прежде всего формы императива, то есть использование глагола «don't place the pieces to close together», например. Также хочется с вами рассмотреть пример, который я сначала пролеснула, прошу прощения, еще привыкаю к данной новой программе для трансляции вебинара. На экране мы с вами видим известное полотно Карла Брюлова. И что касается перевода данного артеонима, обратите внимание, это тоже тот фактор, о котором говорила Татьяна в своем выступлении. Необходимо четко соотносить, проверять хорошо известные факты. Потому что Версавия в русском языке в английском эквиваленте – это Батшеба. И это связано с особенностями библейского сюжета. Вообще эта история послужила сюжетом множества произведений. Версавия изображена на полотах Рубенса, Рембрандта, Питера Ластмана, Ганса Мемлинга. И вот этимология имени – следующее. Имя Версавия пришло в русский язык из греческого перевода Библии. В оригинальном тексте женщина носит имя Батшеба, то есть дочь клятвы, или Батшоа. Поэтому в англоязычной искусствоведческой традиции сохраняется непосредственно имя в этимологии изначальной – Батшеба. Это тоже такой факт, который необходимо проверять, когда мы работаем с материалами для музейных институций. Итак, мы с вами сказали о приемах перевода в информационной навигации, о приемах перевода в контролирующей навигации. И у нас остается еще направляющая и опознавательная. Они не требуют дополнительного перевода, так как данные типы предполагают использование векторных изображений в виде стрелок или пиктограмм. Пиктограмма – это стилизованный знак, который отражает важнейшие узнаваемые черты объекта и является легко узнаваемым глобальным адресатом. Таким образом, здесь уже посредническая функция перевода снимается, потому что пиктограмма считывается представителями любой. Исключения могут представить комплексные указатели, которые будут содержать стрелку и название отдела, корпуса той или иной структурной единицы музея. Для передачи текстовых фрагментов подобных указателей подбирается эквивалентная заметка, применяется лексическая трансформация. И даже используется экспликация, то есть, допустим, искусство XX века мы с вами будем видеть, выполнено переводчиками Третьяковской галереи, в следующем варианте – Modern and Contemporary Art. Таким образом, система ориентирования в музее служит для выполнения разного рода задач, но в совокупности всегда обеспечивает комфортное пространство для созидания, общения, погружения в культуру. Поэтому при создании мультиязычной музейной среды необходим перевод всех форм навигации. И наиболее частотными приемами перевода являются транслитерация, лингвокультурная адаптация, генерализация и контекстуальная замена. Также широко применяются переводческие трансформации, а именно смысловое развертывание и экспликация. Ранее я также получала вопросы от коллег, как найти для себя такого рода переводы. Вы знаете, опыт показывает, что крупные учреждения культуры, музеи, если они располагаются в больших городах, где существует стабильный туристический поток, всегда сами в поиске специалистов в сфере перевода и, конечно, тех, кто разбирается в искусстве в той или иной сфере. Будь то театр, будь то музейное сообщество. Поэтому мой ответ на данный вопрос – это обратиться непосредственно в такое учреждение, предложить свои услуги. И вот ранее мы начинали этот проект на волонтерских началах. Мы работали непосредственно с Музеем изобразительных искусств Ильи Машкова. Илья Машков – это уроженец станицы Михайловской, которая находится в Волгоградской области. Поэтому такой вот крупный музей находится в нашем городе, носит имя Ильи Машкова как одного из основателей известнейшей школы авангардистов «Бубновый валет». Так вот, если мы сначала начинали как волонтеры, отрабатывали свои знания, старались внести свой вклад как людей, которым небезразлично развитие собственного города, то сейчас музей выиграл грант от фонда Потанина, и уже волонтеры-переводчики, задействованные в этом проекте, будут получать стабильное вознаграждение, потому что за два года они наработали практический опыт. Их материалы представлены в музее и получили хорошую оценку со стороны иностранных посетителей. И таким образом это очень хорошее подспорье для молодых специалистов, которые только нарабатывают себе резюме и в то же время хотят получить большой опыт. Потому что сотрудничество с музеем позволяет нам посещать семинары, методические совещания с представителями данной сферы и задавать непосредственно вопросы, как вот ранее уже говорил докладчик. Если нам не совсем до конца понятна концепция того или иного произведения, дополнительный фактор, факты нам требуются для корректного перевода, эти вопросы мы задаем непосредственно куратору той или иной выставки. И куратор уже сейчас тоже понимает, как хорошо работать в тандеме со специалистами в сфере межкультурной коммуникации. Сейчас мы выполняем переводы с русского на английский язык, но где-то уже полгода востребованным становится и немецкий язык, потому что, несмотря на все события, количество иностранных туристов с немецким языком, которые приезжают к нам из Германии, Австрии, Швейцарии, оно сохраняется. И вот музеи, которые относятся не только к историческому прошлому нашей страны, но и музеи, рассказывающие о культурном богатстве, культурном наследии нашей нации, они также пользуются спросом. Наверное, что касалось теоретической части, у меня все по моему докладу. Буду очень рада вашим вопросам. Посмотрю чат, комментарии. Если такие поступят, сразу напишу ответ. Благодарю за внимание. Марина, большое спасибо. Очень увлекательно. Я сидела и делала заметки. И вдохновилась, мне кажется, начупала еще тема для статьи, может быть, нашей совместной работы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Пожалуйста. Я сейчас в завершении доклада, Марина, как раз вспомнила еще один пример о том, что, правильно вы говорите, нет ничего лучше, чем консультация с представителями заказчика напрямую. И когда я приводила вот этот пример про руки, я задала несколько таких вопросов. В следующем файле, который я получила в работу представителя Третьяковки, я получала замечательный комментарий. К примеру, там была работа, которая называлась Лена Лось. И был комментарий. Это фамилия девушки. И это, конечно, с одной стороны смешно, а с другой стороны, действительно, а вдруг переводчик был уставшим. И потом будет у нас этикетка совершенно в другом направлении. Поэтому вот эта возможность посмотреть на музей изнутри, пообщаться с представителями музейного сообщества, это очень ценное общение. И оно, конечно, нас как переводчиков тоже очень обогащает. Обогащает. Спасибо. Я уверена, что коллеги сейчас в процессе формулирования вопросов. И у нас еще будет сессия вопросов-ответов после завершения наших докладов. Поэтому я не сомневаюсь, что вопросы еще раз поступят. Поблагодарим еще раз Марину за прекрасный доклад. Большое спасибо. Я очень рада, что интернет-соединение позволило нам этот доклад до конца дослушать.